всем привет благодарю всех тех кто оказывает поддержку данному каналу напоминаю что сделать это очень просто для тех кто еще не оказывал поддержку и хочет это сделать никто не настаивает ни на чем абсолютно все добровольно под каждым роликом написано как и что куда чего когда и тогда вот и благодарю конечно в первую очередь благодарю тех кто пишет комментарии и рассуждает о пластинках рассматриваемых здесь у меня дома мне очень интересно все это читать на самом деле я со многим согласен со многим не согласен спорю иногда хотя спорю очень резко потому что спорить не имеет смысла можно высказывать какие-то свои соображения спорить но что спорить большинство таких спорщиков начинают рассуждать о том кто лучше играть на гитаре кто лучше поет что на самом деле извините меня конечно ради бога но вообще смешно потому что среди тех кто пишет гитаристов не так уж много вокалистов и того меньше и поэтому как-то споры такие беспредметные умозрительные но у каждого есть свое мнение каждый волен его высказывать мы разговариваем свободно никто ничего никому не запрещает и свое мнение конечно высказать это дело святое и вообще разговоры о музыке восприятие музыки это такая штука субъективная что объективности здесь никакой быть не может в принципе вообще но нет нет объективного ничего здесь только вопрос нравится не нравится и собственно говоря на этом все и заканчивается а что до лучших вокалистов лучших гитаристов лучших групп то вот вам пожалуйста лучшая группа всех времен и народов the rolling stones я действительно так считаю что это лучшая рок-группа из всех ныне существующих кстати говоря что удивительно и недавно я говорил с одним своим хорошим очень другом и мы вдруг неожиданно поняли что группа существует больше 50 лет и музыканты этой группы они всегда были суперзвездами практически всегда но за исключением там первых пары лет папа по первое первой пары лет напряжении которых они собрались встретились что-то там по репетировали поиграли в клубах но в принципе начиная с самого первого альбома там условно говоря даже не с альбома даже там года с 1963 64 они были суперзвездами представьте каково это прожить всю свою жизнь всю свою жизнь в статусе суперзвезды когда у тебя есть все когда любое твое желание исполняется всю жизнь прожить вот так на психику это безусловно влияет и поэтому к чему я это говорю к тому что спрашивать больших рок музыкантов скажем о политике о каких-то еще вещах таких касающихся всех это дело пустое потому что человек который прожил всю свою жизнь будучи оторванным от реальной жизни ну что он может сказать у него безусловно есть свое мнение и оно безусловно нам интересно но ориентироваться на него и все его можно выслушать да и это не безинтересно но не более того но бог с ним бигаж банкет 1968 год одна из величайших пластинок пластинок шестидесятых семидесятых восьмидесятых девяностых нулевых десятых и двадцатых то есть одна из величайших пластинок современной рок-музыки я не беру несовременную рок-музыку которая началась в 50-е годы прошлого века мы о ней отдельно поговорим а если говорить о современной рок-музыке то вот один из величайших альбомов в истории этой самой рок-музыки биггерс банкет банкет нищих 68 год трудно сказать в каком состоянии на самом деле была группа The Rolling Stones в это время но из того что я читал из того что я слышу ощущение складывается что этот альбом в отличие от следующего от Let It Bleed который прекрасен по всем статьям ну просто шедеврален но в отличие от Let It Bleed этот альбом записывался в состоянии определенной определенной благостности такой благодати ну насколько это возможно вообще для группы The Rolling Stones там благодать и рядом не ночевала нигде никогда но по сравнению со всем остальным там было более или менее все хорошо потому что закончились всяческие судебные разбирательства которые измучили артистов в 67 году в тот период когда записывался альбом The Satanic Magistice Request и следующий альбом Let It Bleed который писался уже в достаточно в разобранном состоянии но при этом получился прекрасным как бывает часто когда музыкант абсолютно разобранный плохо ориентируется плохо общаются друг с другом но получается очень хороший продукт а вот этот альбом здесь одна песня No Expectations No Expectations чего стоит второй номер на альбоме акустический такой блюз артисты сидели на полу включили микрофоны играли на гитарах пели фортепьяно бас подключился прямо коммуна такая никаких не хиппи потому что хиппи никогда не были музыканты The Rolling Stones а просто такой кружок друзей и прекрасная получилась песня акустическая замечательно записанная идеально сыгранная очень хорошо спетая просто просто чудо а не песня одна из лучших наверное записей одна из многочисленных лучших записей The Rolling Stones Sympathy for the Devil все знают что навязло в зубах уже вот это вот воспоминание о том что Джаггер прочитал Булгакова и написал эту песню Джаггер вообще много чего читал он человек очень образованный очень много чего знает поэтому ничего удивительного в том что он читал Булгакова абсолютно нет но песня очень хорошая музыкально очень крепкая цепляющая вот это вот перкуссия безумная с которой все начинается хотя с чего бы вдруг эти африканские дела пошли и на них наваливается тяжелый рок несколько аккордов гитарные такие штуки прекрасные фразы Кита Ричардсона соло гитаре с хорошим с хорошим очень резким звуком очень быстрые пассажи такие просто здорово просто настоящий хард-рок так как мы его любим не жужжу вот этот а британский тяжелый рок с большой фантазией исполненной опять-таки перкуссия там все дела акустика где-то там звенит Ричардс коротенькие фразы свои влепляет туда и спета очень здорово ну No Expectations я уже сказал это последний наверное грандиозный выход Брайана Джонса где он сыграл замечательные даже не соло и не подкладки а просто замечательную партию на слайд-гитаре причем на двух и так это убедительно сыграно так профессионально так здорово после этого на гитаре ничего особенного уже Брайан Джонс не сыграл ни на этом альбоме не на следующем на следующем он практически больше присутствовал чем играл а здесь он прямо дал у такого гитариста не гитариста а музыканта дал музыканта просто очень здорово The Doctor как пишут критики пародия на кантри но никакая это не пародия а просто такая проба себя в стиле кантри очень смешно очень чисто очень задорно и наверное это идет от дружбы с Грэмом Парсонсом корифеем кантри музыки с которым Джаггер и Ричардс подружились в Америке и много времени проводили вместе гуляя по ночам под лунным светом играя на гитарах и развлекая себя различными веществами ну а также музыкой прекрасными видами но Грэм Парсонс много чему научил вероятно и Джаггера и Ричардса в смысле кантри музыки и они сыграют здесь The Doctor очень хорошо Парашют Вумен тяжелый блюз как я вычитал в книжке про Rolling Stones первая версия была записана на кассету в моно варианте и они вот этот трек взяли с кассеты обработали его наложили сверху новые партии напели и звук получился такой жесткий убойный злобный блюзовый просто прекрасно Джигсоу Пазл монументальное полотно и что здесь хорошо на этом альбоме здесь очень много джемов и джемов не джемов таких просто когда в студии записываются импровизации группы такие пространные а конкретная песня Джигсоу Пазл Играется поется а в конце под вокалом начинается джем с безумными клавишами с гитарой все свободно все естественно и все очень музыкально и вот этот самый джем показывает то что музыканты очень хорошо понимают то что они играют не просто там из под волос что называется у меня их нет поэтому из под волос я ничего не играю уже давно играю осознанно всегда так вот и здесь играется все осознанно несмотря на то что этот джем что партии не прописаны а просто в тональности в гармонии ребята зарубают и зарубают очень хорошо и вовремя заканчивают просто красота ну стрит файтинг мэн Яркий пример того как можно записать тяжелый рок с двумя акустическими гитарами ну с басом с барабанами и чуть-чуть там с мелотроном кое-где и с перкуссией с какими-то странными звуками но электрический гитар здесь нет здесь две акустики давят так такое давление ну замечательно спродюсировано все замечательно записано джимми миллером давление прет просто адское street fighting man и джаггер поет о том здесь что он никогда не станет уличным бойцом а все вопросы нужно решать мирно для тех кто не знает для тех кто не в курсе это не пропаганда уличного насилия а скорее наоборот но очень хорошая песня продигал сан песня роберта уильямса классический блюз который артисты любили и любят до сих пор и очень хорошо сделано стрейк от блюз следующий номер это что-то просто неземное многие считают это одна из лучших песен the rolling stones тяжеленная мощная мрачная длинная все как мы любим все выложились по полной схеме на удивление тяжелая песня она гораздо тяжелее чем и street fighting man и 7 сенту ты фото дэрил она просто взламывает такой силой и кажется что the rolling stones это да это ну что значит кажется они показывали драйв и напор всегда и на концертах и на альбомах но здесь они просто привязать превзошли себя в стрейк от блюз такой такое давление адское просто ну factory girl очередное кантри очередное кантри и здесь поиграл дэйв мэйсон из группы traffic здесь вообще как любили музыканты в то время в студии болтались разные люди в том числе дэйв мэйсон который хотел вроде бы и продюсировать даже эту пластинку если ну может быть и нет это что это я могу что-то где-то услышать и передать неправильную информацию но во всяком случае он присутствовал и играл на этом альбоме и я думаю что не только factory girl он играл играл еще где-нибудь может быть это просто не вашего во всяком случае все это было вместе записано и salt of the earth соль земли пафосное произведение с церковным хором который там в конце начинает распевать естественно что еще делать церковному хору и достаточно такая пафосная циничная но очень красивая песня очень хорошо ричард сыграет на акустической гитаре в начале в открытом строе джи который ему показал не то грэм парсонс не то рэй кудер рэй кудер много чего наговорил нехорошего про drawing stones хотя много чего им и наиграл и кит ричард был очень удивлен когда прочитал то что писал рэй кудер про записи the rolling stones говорит странно такой милый парень мы с ним так хорошо играли вместе все было так здорово но все бывает с людьми кассу и взгляд неправильно что-то неправильно понятое слово не вовремя человек вышел из студии когда рэй кудер начал играть рэй кудер обиделся сказал что я вообще не хочу больше с ними работать хотя уже все отработал уже все сделал но здесь он не играет это это было это было уже спустя год но тем не менее salt of the elves прекрасный финал альбома мелодичный из мажорного куплета переход в минорный такой рефрен неожиданный потом опять в мажор и все заканчивается хорошо как я уже сказал церковным хором как многие любят арт-рок прогрессив рог пластинка блюзовая в целом блюзовая за исключением вот salt of the elf sympathy for the devil и street fighting man которые скорее можно отнести к тяжелому року а в остальном это классный британский при этом черный блюз rolling stones единственная группа которая играла и пела также как черные блюзманы ну когда хотела этого конечно а я хочу пойти и выпить за этот альбом пока а а а а Продолжение следует...